Ну-с, Витам Сенцов, вы сейчас отправитесь в город. Ваш скородие не совсем не господин Сенцов, а другое. Какое другое? Говори, яснее. Да я же их знаю. Они раньше жили на Брянском заводе. И там их имя было Максим Марков. Там мы их арестовали три года назад, ваше скородие. На левой руке, на большом пальце. У них нет ногтя. А? Ага. Ну да, они не иначе, как бежали откуда-нибудь, если по чужому паспорту живут. Это правда, господин Сенцов? Все правда, ваше скородие. Оказывается, вы не Сенцов. Те-те-те-те-те. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Что бы я ни был, вы обязаны вести себя со мной прилично. Не забывайте. Ха-ха-ха. Сразу видно, как он серьезного человека. Да. Трогательно. Квач, ты сам повезешь его. Смотри, у меня в оба. Слушаю. Ось, господин Сенцов. Или простите, пожалуйста, я право не знаю, как вас там зовут. Максим Марков. Максим Марков. Вы едете в город? Квач. Слушаюсь. Ты немедленно доложишь начальству все, что знаешь о нем. И сейчас же затребует прежнее производство. Слушаюсь. А впрочем, это я сам. Подожди здесь, Квач. Ну вот и снова встретились. Вы рады? Ну а как же, знакомый? Да, вам пора бы уже бросить это дело. Вон, волосы седые, а приходится, как собаки, выслеживать. Неужели не обидно? Ничего, я привык. Я уже 23 года служу. Начальство меня уважает. Орден обещали, и вот теперь дадут. За меня? Да, и за вас дадут. Вы откуда бежали? Потом узнаете. Да, мы все. Мы все узнаем. А вы помните, там на Брянском черный был такой, в очках, учитель Савицкой? Тоже недавно был арестован, но только умер он в тюрьме. Уж очень больной был, да. Мало вас все-таки? Будет много, подождите.